Год победы и высоких достижений. Таким в историю Кубани войдет уходящий 2014-й. Зимняя Олимпиада в Сочи, первый в России этап Гран-при Формулы-1, Чемпионат мира по шахматам и Международный инвестиционный форум. К Краснодарскому краю было приковано внимание миллионов людей со всего света. Итоги работы губернатор подводит на совещании вместе с главами районов и мэрами крупных городов. Успехи этого года должны стать прочной основой для дальнейшего развития регионов, считает Александр Ткачев. 2015-й, по мнению большинства специалистов, будет как никогда трудным. А значит, местные власти не должны сбавлять оборотов, обеспечив жителям края социальные гарантии. Эффективная исполнительная власть, быстрая, четкая, современная. Люди ждут от нас с вами не только политических баталий, но и, конечно, успешного решения своих вопросов экономических, уровня жизни, стабильные зарплаты, возможности ездить по хорошим дорогам, качественно лечиться, получать хорошее образование. В 2014-м для этого была заложена прочная основа. Во многих районах и городах края построили новые спортивные комплексы. Плавательные бассейны, ледовые арены и стадионы. Значительно в муниципалитетах сократилась и очередь в детские сады. Около двух тысяч мест дополнительно введено, будет введено по итогам года в детских дошкольных учреждениях, что очень важно. И нам останется за два последующих года ввести по пять тысяч мест, что весьма трудно, но мы обязаны выполнить эту задачу с тем, чтобы та задача, которая была поставлена Арсаном Николаевичем, Ткачевым в городе, безусловно, была выполнена. Мы одновременно начали строить пять детских садов. И благодаря сегодня поддержке краевого федерального бюджета мы выполняем поручения президента России и губернатора Кубани о ликвидации очередей в детских дошкольных учреждениях. В следующем году, до конца года, мы с этой задачей справимся. Чтобы с достоинством ответить на все вызовы и санкции, предстоит много работать, говорит Ткачев. Надежным экономическим подспорьем станет курортная отрасль. В этом году на Кубани отдохнули почти 13 миллионов туристов. Чтобы увеличить эту цифру главам курортных городов, Александр Ткачев поручает повысить качество услуг, а также активнее развивать альтернативный туризм, например, горный или этнографический. Но главный козы региона по-прежнему агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство должно выйти на инновационный путь развития. Кстати, в этой отрасли уже добились немалых результатов. С кубанских полей аграрии собрали рекордный урожай. Среди передовиков – Славинский район. Одно из основных достижений – это наши сельхозники. Первое место по урожайности по рису в Краснодарском крае – 321 тысячу тонн. Это серьезный показатель, поэтому наши садоводы – 75 тысяч тонн. Агрофирма «Садгигант» – это очередной рекорд. О предстоящих планах и задачах на ближайшее будущее говорили немало. Но по какой схеме теперь будет работать исполнительная власть на местах? Этим вопросом задаются главы муниципалитетов. На прошлой неделе кубанские парламентарии в первом чтении приняли законопроект. Он отменяет прямые выборы глав городов и районов. Согласно новой реформе, по итогам профессионального конкурса их будет назначать специальная комиссия, в которую войдут и местные депутаты. По словам Александра Ткачева, все эти преобразования сегодня диктуют время. И переход к такой системе станет постепенным. Сложившиеся за прошедшие годы на Кубани, система местного самоправления доказала свою эффективность. И каждый из присутствующих здесь внес, я думаю, свой весомый вклад. Всех хочу поблагодарить в этой части. Мы отличаемся от других регионов вопросами, прежде всего, слаженной четкой работы и вертикали власти. И хочу сказать, что практически мы работаем без сбоев. И я думаю, что новая реформа, новый закон, который будет действовать на территории нашего края уже с нового года, как раз послужит тому, что меньше будем зависеть от всевозможных политических процессов, противостояний. А значит, улучшится ее эффективность. Улучшая эффективность работы власти, станет возможным не только с достоинством противостоять всем вызовам, но и повысить уровень жизни людей, считает Ткачев. По итогам уходящего года Кубань признана одним из самых успешных и комфортных регионов. И главная задача на следующий, тяжелый по всем показателям год, удержать набранную высоту. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар.